Всем привет, с вами Прио. Сегодня мы на ПТРе и поговорим о битве за Дазар Алор. Это новый рейд, который выйдет в 8-1, включает в себя 9 боссов. Посчитаем их. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Целых 9 боссов. Классно. Что самое интересное, на этих боссах будут встречаться различные механики, где-то опять будет какой-либо совет боссов, то есть не один, а целых три, по-моему, насколько я правильно прочитал различные описания боссов и, присмотрев их модельки, можно сделать такие выводы. Так помимо всего этого, будет смена расы, не выходя из рейда. Весьма интересная механика, которая, в принципе, ломает как таковую гонку прогресса. То есть, раньше, к примеру, ну, до выхода этого рейда, было прекрасно понятно, что всех боссов убили ордынцы, всех боссов убил Альянс. А сейчас получается так, что Альянс будет преображаться в Орду на некоторых боссов, Орда будет преображаться в Альянс на некоторых боссов. Это, на самом деле, весьма интересно, а с другой стороны, весьма загадочно, казалось бы, что какую же мне расу дадут, какими расовыми способностями я буду пользоваться. Да, что самое главное, при смене расы таким образом, при пуле босса, точнее, до пула босса, при заходе в комнату, случится так, что сменится модель персонажа, сменится его расовая способность. То есть, это не просто какой-либо, там, костюм, который поверх надевается. Да, быть может, это будет в бафах отображено, но в итоге меняется вообще абсолютно всё в персонаже. Это уникально, и, по-моему, за всё время моей игры такого не было, либо я просто не могу прям так сразу сходу вспомнить. По крайней мере, это реально интересно. Посмотрим, что из этого выйдет, и как это отразится на прогрессе. А конкретно уж, если речь зашла о том, что кто будет какой расой, в кого морфнется, скажем так, то перед вами сейчас будет два скриншота. Первая табличка — это для Альянса. К примеру, внимательно рассмотрев табличку для Альянса, можно увидеть, что я, например, играя за Хумана, монаха, буду андедом. Это весьма интересно. Окей. Ордынец, к примеру, играющий на тролле, друиде, будет Найт-эльфом. Очень полезная у Найт-эльфа расовая способность, конечно, в виде молта, слиться с тенью. Я думаю, ордынцы найдут ей применение. Вот такая вот вам небольшая доля информации к освоению нового рейда. Что думаете по поводу этого? Думаете, правильно ли расы распределены? Хочу услышать ваши мысли насчет этого. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги. Я жду нового рейда. Я хочу его постримить, постримить это освоение. Это будет классно. До скорого. Продолжение следует...